Здравствуйте! История Дербентского ханства 1747-1806 года Дербент ханства Ханат и Краткая Дербент, Азербайджан, Дербент и Оксанльк, было Кавказец ханством, которое было создано в Афшарит Иране. Он соответствовал Южному Дагестану, а его центр находился в Дербенте. В него вошли северные роды лесгинского народа. История большая часть Дагестана была частью Иранской империи сифивидов со XVI века. В начале XVIII века, после медленного распада государства сифивидов, на северо-восточном Кавказе возникли восстания против персидского владычества. Этим воспользовались Российская и Османская империи, имперские соперники персов. В 1722 году Петр Великий объявил войну Персии и начал русско-персидскую войну 1722-1723 годов. Это была первая экспедиция русских для взятия Дербента и за его пределами по Кавказу. Во время и до оккупации Дербента Петром и Наибом города был имам Кулихан и, естественно, был шиитом, как и остальная часть империи сифивидов, он предложил российскому императору ключи от городских ворот. Петр и повторно назначил имама Кулихана главой Дербента и его родных войск, присвоив ему звание генерал-майора. В сентябре 1723 год, после русско-персидской войны, 1722-1723 годы ГГ, и предстоящего договора в Санкт-Петербурге, сифивидский шах Султан Хусейн, чья империя уже много лет находилась в беспорядке и распаде, был вынужден уступить Дербент вместе со многими другими иранскими территориями на Кавказе. Однако несколько лет спустя в связи с обострением российско-турецких отношений и новым подъемом Персии, возглавляемый теперь блестящим военным генералом Нади Шахом. Россия оказалась вынуждена и уступить все территории обратно к марту 1735 года по Генджинскому договору, чтобы удержаться от дорогостоящей войны против Персии, а также создать союз против общего соседнего врага, Османская Турция. Большинство других территорий уже были возвращены в Рештском договоре 1732 года по тем же причинам. После смерти Нади Шаха в 1747 году его огромная империя распалась, и бывшие персидские провинции на Кавказе, Вилаяты, образовали два десятка ханств с различными формами автономии, одним из которых было новообразованное Дербентское ханство. Начиная с 1747 года с титула хана, первым правителем Дербентского ханства стал сын имама Кулихана, Мухаммад Хасан, также упоминается как Магомед Хусейн или Мохаммед Хусейн. В составе Кубинского ханства в 1765 году Хангуба, Фатали, хана, завоевал Дербент и объединил ханство Дербент к своим владениям с помощью Шамхал, Уцмита Басаранскому эскаде. После подчинения ханства его правитель Мухаммед Хусейн хан Дербент был ослеплен и заключен в тюрьму сначала в Губе, а затем в Баку. Через некоторое время в Баку скончался Мухаммед Хусейн хан. После смерти Фатали хана его недолговечное квазинезависимое правление рухнуло. Его преемник Ахмед хан правил всего два года и умер в марте 1791 год, после чего новым ханом Кубы стал его брат Шейх Али хан. В результате недовольства политикой Шейх Али хана Дербент снова стал независимым ханством, которая в мае 1799 года снова получила своего хана, и это был младший сын Фатали хана по имени Хасан Ага. В 1802 году Хасан хан умер, и Шейх Али хан повторно починил владение Дербента Кубинскому ханству. Каджар принудительная уступка и раны. Конец ханства в 1806 году во время русско-персидской войны 1804-1813 годов ханство было оккупировано русскими войсками. По Гулистанскому договору, подписанному 12 октября 1813 года, в селе Гулистан, в Карабахе, Персия была вынуждена уступить Дербентское ханство России. В дополнение к ханству Дербента в соответствии с условиями пресловутого договора, он также был вынужден окончательно уступка Бакку, Карабах, Генджа, Шерван, Шики, Кубинца, Грузии и широкого Дагестана, 14 все территории, входящие в состав Ирана.